Значит, что касается стран, тут тоже вроде, я думаю, что все сказал, то есть это ложь, вот эти вот границы, это херня для того, чтобы контролировать людей за городом, для того, чтобы в каждой стране можно было делать свои эксперименты, то есть, знаете, как вот вы ученые, вы делаете эксперименты какие-то, вы же не будете с одной пробиркой работать, вы сразу сделаете несколько дюжин пробирок с разными характеристиками, с разными условиями и одновременно, как бы, будете экспериментировать и получать разный результат. В принципе, у нас в последние времена именно такие эксперименты и проходят. Здравствуйте, товарищи, с вами снова долгожданный голос Паши Лобанова и монтаж от пули снегопада. Мы продолжаем озвучивать статьи от Асгарда. На этот раз название «Почему этот народ не победить?». Новости. Сегодня страшный циклон обрушился на штат Барабама. Столкнулись сотни автомобилей, десятки людей погибли от аномальных морозов. Столбики термометрами навали отметку в минус 10 градусов. Тысяча домов остались без света. Люди на крышах ждут спасателей. Число жертв растет каждый час. Все получилось так, как никто не ожидал. Вам доводилось читать подобную ахинею? У русского человека пытливый ум, и он сразу начинает задавать вопросы. Что за бред? Ведь самое страшное в этой новости – это название штата. Все остальное – будни русского человека. Как могут столкнуться сотни автомобилей? А вот как. Иностранцы живут как роботы. Роботу нужен знак. Внимание! Впереди туман. Сбавь скорость. И робот нажимает на тормоз. Внимание! Возможен камнепад. И робот включает внимание. Опасный участок проехали. Робот внимание выключил. Но вдруг на магистрале начал порхать снежок. Новогодний такой. Знак гололеда не поставлен. А следовательно, команды сбавить скорость робот не получил. Бабах! 200 машин намотаны на столб. Дальше круче. Каждый робот с пеленок осведомлен. Если перегорела лампочка, вызывай электрика. Подвернул ногу. Звони парамедикам. Попал в ДТП. Жди эвакуатор и спасателей. Главное – никакой самодеятельности. Позвони и жди. Вот они садятся жопой в сугроб и замерзают насмерть. Так как спасателей в такой день на всех не хватает. 6 миллиардов людей было на планете, когда появился вирус. Я единственный выживший и оставшийся в Нью-Йорке. Защитники западного образа жизни могут упрекнуть меня. Мол, русский тоже не застрахован от случая. В жизни всякое бывает. А что делать русский с застрявшей в сугробе машине? Что он делает? Правильно, он ее откапывает лопатой, которая всегда в багажнике. Откопал себя – выдерни на веревке соседа. Утопил машину по зеркала – фигня. Идем в ближайшую деревню за трактористом Васей. Да что нам снегопады-морозы. Даже если между Липецком и Рязанью начнется извержение вулкана, наши водители не просто вовремя затормозят. Они организуют безопасную стоянку, расставят сигнальных по обе стороны трассы, ну и достанут из багажника штыковую лопату, чтобы быстренько выкопать ручей для отвода лавы. Более того, русские дети начнут пускать кораблики по огненным ручьям и плакать не от грохота, пепла и дыма, потому что Петин кораблик из веточки сгорел раньше, чем машин из фольги от шоколадки. Налицо принципиальная разница менталитета. Иностранец садится и ждет помощи, а русский все время в действии, как мышка, взбивающая молоко в масло, чтобы выбраться из банки. Плюс важная деталь – как только русский поможет себе, он сразу начинает спасать соседа, независимо от его роста, веса, народности, пола, возраста и вероосповедания. Да, на этом все. Хочу от себя добавить, что вокруг нас много, я бы так назвал, самозванцев, которые вообще никак не относятся к этому тексту, но бьют себя в грудь и кричат, что они грузки. Вы должны понимать, что этот текст действительно об одном, да, хотел сказать, о большом количестве людей. И всех их объединяет, конечно же, язык. Но должен вам сказать, это немножко устаревшая информация, потому что на сегодняшний день такого рода интеллектуалы, люди, которые выберутся из любой сложности, из любой ямы, они повсюду, они на любых континентах, в любых странах, в любых городах, они в каждом доме живут. Вы должны понимать, что это не должно ограничиваться русским языком. Да, изначально это все, может быть, пошло оттуда, но на сегодняшний день не языком нужно разделять, а именно видеть, кто перед тобой. Тот, кто ноги в кровь и стопчет, лишь бы тебя до больницы сквозь горы провести, хотя ты недавно был его врагом, или тот, кто плюнет тебе, как бы, когда ты будешь лететь с обрыва, потому что он тебя и толкнул, и плюнул туда. Да, вот эти вот вещи нужно... Научите меня. Это сделал не Бог, а мы.